ребят привет как я говорю в предыдущих видео я хотел себе купить крауна атлета g либо s black style меня очень впечатлил наш кран которого мы последнего снимали он будет внизу кто его не видел будет ссылочка но и можете пройти на канал посмотреть предыдущих видео очень эффектная машина я загорелся купить себе крауна где-то весной примерно в это время уже недели три искал крауна обставил пытался купить в более-менее адекватный бюджет чтобы он не зашел слишком дорого и чтобы мне потом его не пришлось продавать на полгода год вот поэтому делал ставки выкладывал инстаграме автомобили на которые пытался ставить выкладывал бюджеты вот все было мимо либо слишком дорого либо не проходные не были вот в общем на самом деле найти стоящую машину было очень сложно и сегодня я купил себе атлета и сейчас я вам покажу также мы пройдемся еще по ценам на крауны которые стоят в россии которые сегодня мы купили два крауна вообще посмотрим что почем по крауном рояль салуны атлеты атлеты black style в общем это видео будет про королевскую машину поехали так ребят ну что глянем вообще что сегодня торговалась мы сегодня стали несколько краунов купили мне крауна и купили нашему клиенту с ладио стока рестайлинг 16 года так давайте посмотрим сегодня четверг тойота краун авс 210 14 15 год а я вообще хотел чтобы краун зашел вообще в адекватные какие-то деньги потому что можно вообще купить за миллион восемьсот миллион восемьсот пятьдесят миллион девятьсот даже до очень хорошие варианты пробеги 25 тысяч 30 40 вот но если ты него еще поставишь сигнализацию ты его обольешь керамикой коврики еще может быть еще какие-то доработки это все равно почти два миллиона рублей вот и ты сколько будешь продавать потом вот очень большой вопрос поэтому я хотел взять в адекватный бюджет поэтому я ставил как бы маловато поэтому я три недели искал подходящие варианты ставили мимо то непроходные то слишком большой пробег вот в общем короче чуть помаялся так что у нас сегодня торговалась смотри я сегодня ставил два крауна час я вам покажу так я ставил сегодня я оставил сегодня вот этого black style а вот он вот такой вот красавчик но классика черные колеса у него более затемненная оптика чем у обычных атлетов вот и у него кожаный салон в котором есть подогревы продувы подогрев руля памяти сиденья у него нету люка нету но у него очень интересно салон видите красная комбинированная кожа с черной вот он у нас получил бы оценку за салон но у него по кузову у него был ремонт левой задней части у него заменено крыло замена задняя дверь у него есть вот справа сзади у него бампер отошедший у него царапины вмятины по кузову у него есть вмятина на крыше уже со ржавчиной что-то там подмазано вот с 2 видите вот у него на крыше есть отметка у него скол на лобовом стекле у него у него поцарапан передний бампер в общем как не сказал японец ездил на реку это новичок вот но зато у машины 50 тысяч пробег вот меня честно говоря это подкупила вот я на него поставил миллион семьсот йен он бы вышел бы где-то в районе где-то миллион шестьсот восемьдесят пять это вот так вот но он не продался миллион семьсот двадцать он был не продан и сделали запрос то есть как за него хотят старт переговоров переговоров миллион восемьсот пятьдесят то есть это очень дорого он бы вышел бы ну давайте вот зайдем автокалькулятор а вот как раз почти тут стояла то есть он бы вышел бы, ну, мне бы он вышел где-то миллион семьсот семьдесят. Это очень дорого. Вот для такого тут еще нужно вкидывать деньги в кузов. Обратите внимание, сколько. Вот, и еще, если тут еще сигнализация, короче, караул вообще, это вот вариант, где вот ближе к двум миллионам. Так, он, я в итоге принял решение, что я не буду вступать в переговоры. Вот, и у меня был запасной вариант на сегодня. Это был Atlet G четырнадцатого года. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Торговался он на Arai Ayama. Мы в Японии скоро посетим этот аукцион и покажем его внутреннюю кухню. Как оценивают машины. Посмотрим по моему крауну, как оценивают вообще такие вот автомобили полулюксовые. Вот, и сделан вывод вообще, можно ли покупать оттуда машины и слепо верить аукционному листу. Вот, вот такой вот краун. Мне не нравится фотографии с Arai Ayama. Честно говоря, по фоткам мне не нравится. Просто я видел эти машины, я знаю, как они выглядят. Вот, и я надеюсь, что мой краун будет выглядеть так же. Вот, в общем, если его сравнивать, вот смотрите, с Black Style, видите, Black Style, оптика темнее идет. А у этого более светлая. Джим. Вот, в общем, что у него немного замечания по лаку. А2 на пороге. У него нету резины. Она лысая. Резина. Так. У него царапины вмятины по кузову, царапины на зеркалах. У него загрязнен салон. Так. У него скол на лобовом стекле. В принципе, все. В принципе, все. Вот. Вот такой вот приятный салон. Получил бы оценку. Вроде я посмотрел, состояние кожи хорошее. Вот. Вот такой вот. У него продувы. У него память сидений. Вот видите, справа. В общем, чем Джи отличается от S и S Black Style? То есть, у него есть автовыключение дальнего света на трассе. У него есть память сидений. У него есть продув сидений. Вот в том бы Atlet Black Style в Atlet Black Style красно-черная кожа там есть продувы. просто в Atlete тряпошном их нету. Вот. И, в общем, на S-ках еще нужно поискать эту опцию. На G-краунах это есть. Также у G-крауна есть шторка, есть омыватель фар. Но это бесполезная вещь, если у тебя зад затонирован пятеркой. Вообще, зачем тебе эта шторка? Ну, как бы, что, опция. Омыватель фар, ну, по большому счету тоже так себе в общем опция. Вот. Ну, камера это понятно. Вот. И еще у него должны быть датчики. Вот видите, под корона и сверху как бы такой защитное стеклышко там. Ну, в общем, это датчики, которые там круиз-контроль какой-то адаптивный у него идет. Вроде бы он чувствует, когда он съезжает с полосы и, по-моему, препятствия он чувствует. Вот. В общем, не знаю, в переводе не было есть у него это либо нет. Я думаю, у него есть эти опции. Это будет уже известно, когда он приедет в Россию. По фотографиям мы тоже не поймем. Вот. Колеса чуть-чуть. Ну, в общем, обычные колеса такой графитового цвета. Вот. В общем, что мы его забрали за миллион семьсот двадцать. То есть, ну, где-то миллион шестьсот девяносто мне выйдет. То есть, в общем, немало денег. Но это G-Crown. Так, давайте вообще посмотрим, сколько. А, нет, давайте я вам сейчас покажу, что мы еще сегодня купили. Мы сегодня клиенту купили. Мы еще купили рестайл сегодня краунов от этого. мы его взяли за два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч. Это очень дорого. Это рестайловый краун. Это вот такой вот белый красавчик. Пробег шестьдесят тысяч. Он тоже G. Он тоже G. В общем, вообще бомба. Бомба. Мы его взяли за два шестьсот пятьдесят. Но тут не совсем верный расчет, потому что он стоит более двух миллионов, более двух с половиной миллионов. То есть на него будет еще дополнительная комиссия. Это тендерный аукцион. Еще и он стоит достаточно больших денег. То есть там бюджет в районе два миллиона триста. Блин, это очень дорого. Но человек с Владивостока и он хочет именно этого крауна, правую руль, атлет. Я очень рад за этого человека, то, что он выбрал такие деньги потратить вообще на то, что будет радовать его душу. Вообще зачеты прям аплодирую. И не потому, что он купил его у меня, а вообще, что человек прям вот он хочет себе красивого эпатажного японского правильного седана получите. Так, в общем, что, пару краунов купили. Давайте вообще посмотрим, со скольки начинаются крауны. Давайте даже посмотрим пятнадцатый год. И посмотрим сейчас, сколько они стоят в России и вообще поймем вообще где купить проще в России либо стоит купить на аукционе. Так, давайте за последний месяц посмотрим. Так, Toyota краун АВС 210. Будем посмотреть только гибриды, я прям другие крауны. Сейчас, да и вообще люди звонят только по гибриду, по обычным бензиновым. Прям, ну, не знаю, очень мало спроса. И после нашего видео у нас очень много вообще сообщений, у нас много звонков, у нас мы каждый день торгуем эти крауны. Вот, в общем, интересная тачка. и благодаря YouTube многие люди увидели, что есть такая замечательная машина на моторе 2AR плюс гибридная установка, которая весит 2 тонны, которая с короной на передней решетке и на руле. В общем, и очень много людей захотели себе купить краун именно из Японии. И мы им помогаем в данный момент. Так, ну, что, давайте глянем вообще за сколько можно купить 15-й год, АВС-210. Недавно выкладывал в Инстаграме рояль салуна, у него пробег был 500 тысяч. Сейчас мы его найдем и посмотрим за сколько. И он, кстати, вообще нормально выглядит, сейчас я вам его покажу. Не отключайтесь, ребят, интересное видео. Так, ну, в общем, смотрите, 15-й год, рояль салун, да, вот такой вот миллион двести восемьдесят четыре, сейчас посмотрим, сколько он вообще стоит. Четверка оценка, вообще хорошая. миллион четыреста тридцать, ну, как бы немало вообще. Смотрите, четырнадцатый год, да, он уже не проходной, то есть у меня, по-моему, июнь, либо июль четырнадцатого года, сейчас уже апрель не стоит брать, ну, уже первый апреля скоро, то есть минимум май надо брать, и то там сейчас будет золотая неделя, потом у нас майский, я бы даже май бы не брал, то есть надо прям брать июнь. Вот, пятнадцатый, в общем, четырнадцатый год, вторая половина года, в общем, там вообще вот эти рояль салуны начинаются где-то от миллиона трех ста двадцати тридцати тысяч, вот, в общем, ну, нормальные цены, вот, ну, в общем, самый старт, ну, из-за атлета, вот, да, смотрите, Black Style, такой вот, правда, серый цвет, не очень мною любимый, миллион двести восемьдесят четыре, миллион четыреста тридцать, можно взять атлета, Black Style, вот, такого вот, а, нет, подождите, 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 нет, это я зашел в рояле, вот он, миллион четыреста семьдесят, вот такой вот будет атлет, Black Style, он не кожаный, он будет тряпочный, но, как бы, сам факт, у тебя Black Style, у тебя колеса, которые стоят восемьдесят тысяч рублей, у тебя другая оптика, у тебя другой хром на передней решетке, в общем, ну, классная тачка, в общем, старт, миллион четыреста семь, можно купить Black Style, так, давайте, ребят, посмотрим, что вообще по краунам, у меня тут вот уже подборочка есть, показать, давайте посмотрим, так, комсомольцы на Амуре, ну, хотя ладно, да, можно, в общем, смотрите, тринадцатый, да, год, вот, Royal Saloon Black Style, миллион триста восемьдесят девять, я вас уверяю, здесь ни одного аукционника не будет в самых дешевых вариантах, миллион четыреста, примерно те же самые цены, что можно привезти из Японии, сейчас посмотрим, есть ли аукционники, я уверен, их нету, видите, здесь нету, номер лота не указан у человека, здесь тоже нету фотографии, нету фотографии, может быть, целый аукционный экран, 147 пробег, ну, скорее всего, он покажет, может быть, аукционник, но почему он его не выставляет, у меня вот вопрос большой, ну, цена нормальная, как бы, но можно взять дешевле, с аукциона, тоже аукционника нет, личное состояние, ля-ля-ля-ля, тополя, номера аукциона нету, в Благовещенск, опять, рояль салум, миллион четыреста, только с таможни, вот человек показывает, АВС двести десятый, лот сто четыре, лот сто четыре, пробег восемь шесть тысяч, ага, ну, вот, молодец, молодец, как бы человек, но честный, рояль, миллион четыреста в Владивостоке, миллион четыреста, а за сколько, а, вон, цена конечная, девятьсот восемьдесят, девятьсот восемьдесят девять тысяч, продан, вообще, а, ну, у него четырнадцатый год, я же вам говорю, то, что четырнадцатый год, можно вообще дешево покупать, давайте, забьем его в автокалькулятор, девятьсот восемьдесят шесть тысяч, миллион двести тридцать восемь, он, он ему вышел, в общем, смотрите, торгует он у него миллион четыреста, то есть, грубо говоря, более ста пятидесяти тысяч, человек заплатит просто этому, мужчине, продавцу, там, не знаю, кто там женщина, вот, вы можете привезти его из Японии, и сэкономить сто пятьдесят тысяч, и себе поставить сигнализацию в коврике, облить керамикой, сделать химию, поставить какие-то другие колеса, купить себе еще зимнюю резину, в общем, это все можно сделать на сто пятьдесят, вот, ну, давайте посмотрим атлеты, 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 вот атлет, я спрородал, миллион четыреста сорок, обычный атлет, я вижу уже по литью, так, 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 рояли, ну, рояли дешевле, соответственно, кто не в курсе вообще этих машин, рояли подешевле, так, вот атлет, так, сейчас, рояль, вот атлет, тринадцатый год, это уже беганный, а, написано без пробега, но видно, он на нем ездит и торгует, потому что тринадцатый год непроходной, его вообще ни на юрлицо, никак не завезешь, миллион шестьсот пятнадцать, атлет ТС, тоже неинтересно, вот смотрите, атлет ТС, атлет Джи, миллион шестьсот двадцать, Биробиджан, так, это, наверное, без пробега, тоже не показывает, не показывает, что-то у него кожа неперфорированная какая-то, что-то у него странный, какой-то Джи, оригинальные кожаные чехлы, Джи комплектация идет на коже, что-то, 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 но атлет Джи, а почему у него, может он еще на кожу, натянул еще кожаные чехлы, не знаю, ну, в общем, на обычном, крауновском литье, но, не знаю, так себе вариант, честно говоря, так, ну, в общем, что, что у нас по Джи крауном, вот, краун Джи, уссурийск, миллион шестьсот пятьдесят, миллион шестьсот пятьдесят, атлет, снежка, кожа, четырнадцатый год, литье на восемнадцать, вот, вот это уже более-менее, что-то, хороший краун, перфорированная, вот она его кожа, ну, вот, да, вот, вот это хороший краун, память сидений, она вроде бы не видна, но она есть у него, Джи краун, миллион шестьсот пятьдесят, четырнадцатое поколение, правда, аукционника опять нету, какой у него пробег, не знаю, в общем, ну, крауны примерно, в общем, Джи начинаются от миллиона шестьсот пятьдеся, Black Style, кстати, заметьте, вообще нету, то есть, он подороже, вот атлет Джи, миллион шестьсот девяносто, опять же, белый, атлет ТС, вот, Black Style, четырнадцатый год, продается, Акша, вообще, даже не знаю, где-то тоже, атлет Джи, миллион семьсот, атлеты Black Style, они прям подороже, они прям подороже, еще попробуй найди, атлет ТС, вот, кстати, вот вроде Black Style, тоже не все указывают комплектацию, да, это Black Style, колеса, да, хороший, хороший, миллион семьсот семьдесят пять, их можно покупать, грубо говоря, полутора миллионов, там, миллион четыре семьдесят, мы нашли, так, ну, в общем, я вам скажу, вот, есть машины, да, какие-то в более бюджетном сегменте, то есть их выгодно покупать, наверное, даже, вот именно, если просто смотреть на цену, цены в РФ, где-то повкуснее, чем из Японии, я признаю это, реально, ну, есть автомобили дешевле, я не знаю, где их берут продавцы на рынке, вот, очень много битых вариантов, есть вроде не битые, где-то пробег, может быть, побольше, а есть просто какие-то машины, просто кому-то повезло, он купил ее дешево на аукционе, завез, и она реально стоит дешевле, чем привезти ее из Японии, в краунах, наоборот, обычно цена на дроме гораздо дороже, чем привезти из Японии, то есть 150-200, я вот мониторил, я вот мониторил все это время, сколько стоит крауна, Black Style, может, думал взять что-нибудь привезенное в РФ уже, ну, проверить по всем фронтам, 200 рублей, я вот находил, то есть кто показывал статистику, я их находил в статистике, там, вот Black Style, был у него 106, там что-то тысяч пробег, у него с Японии фотографии, я посмотрю, у него 200 тысяч заработок стоит, ну, пусть бы он даже подвинулся, там, на полтинник 150 разница, да, я на 150 лучше подожду своего крауна, ну, там, пока выскочит, да, я его куплю на 150 тысяч, накуплю себе всяких допов, вот, в общем, вот такие вот цены, ребят, ну, что, буду показывать вообще фотографии из порта, буду вам показывать потом, как он приедет, как он будет выгружаться, как он будет выезжать с порта, в общем, все-все-все покажу, будете следить за сроками, какие актуальные, моя машина пойдет в рамках обычных сроков, то есть, я не буду никого торопить, никого не буду пододвигать, там, поставьте мою машину на судно, все будет в рамках, в общем, со всеми в общей очереди, вот, я, также попаду под, уже в апреле, в мае, да, он будет таможиться, и посмотрим вообще, что у нас там таможня с 1 апреля, будут ли они таможить, иногородних физиков, либо не будут, также вот еще ждем вот эту новость, в общем, ну что, проект, Атлет G, посмотрим вообще, как приходят крауны с 96 тысячами пробега, как они выглядят, четверка оценка, аукцион Aray Ayama, также он придет, мы с ними больший обзор, и посмотрим, чем он отличается от Атлета S Black Style, реально ли вот эти вот все плюшки G комплектации стоят, того, почему он стоит дороже, там, омыватель фар, вот это вот все, то есть, буду ли я этим пользоваться, не знаю, в общем, я вам расскажу это в видео, вот, Sai я буду продавать, Sai, честно говоря, нравится до сих пор, и я кайфую, езжу на нем каждый день, вот, но просто хочу что-нибудь поменять, вот, просто как, допустим, телефон, да, вроде работы, все нормально, просто хочется поменять, что-то другое, вот, то же самое с машиной, тем более, еще неизвестно, что будет после 1 июля, будут ли растамаживать автомобили, либо нет, поэтому сразу хочу обновиться, вот, и спокойно ждать 1 июля, вообще, что там, будем ли мы покупать надежные японские автомобили напрямую из Японии, либо у нас будет доступ только к официальным салонам с левым рулем, мы будем ездить и на Камри, на Короллах, на Равчиках, посмотрим, что будет, Сая люблю, Сая подготовлю к продаже, оболью его, наверное, керамикой, еще раз на второй раз, сделаю все замены в гибриде, в гибрид сервисе, если они скажут, то, что что-то надо поменять, в общем, все заснимено видео, и буду торговать по рыночной цене, посмотрим вообще, подписчикам, наверное, сделаю скидку, если кто-то с Ютуба захочет купить, в общем, ребят, будет интересно. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я рассказал вам про крауны, примерно их цены, сколько они стоят в России, сколько они стоят в Японии, их настоящие цены, рестайлинг, сколько стоят 16-го года, я думаю, вам было интересно, поэтому надеюсь на ваш лайк, на подписку на наш канал. Также могу сказать, что это будет проект Атлет-Джи, буду выкладывать фотографии, буду выкладывать видео, через 10 дней он будет в порту, обязательно сниму видео, посмотрим вообще, как он выглядит, потому что на этих фотох мне не нравится, как он выглядит, но вроде по отметкам все нормально, вроде блестит. Посмотрим, как он выглядит, когда он будет с фотом на хорошую оптику, вот, ну и как я его буду забирать с таможни, прям сам пойду в порт, буду, в общем, присутствовать на выгрузке, когда я его заберу с порта, что буду по нему делать, по моему мнению, что нужно обязательно сделать на таких машинах, то есть это, скорее всего, будет керамика, коврики, там и прочее, заедем в гибрид сервис, протестируем его, вот, в общем, следите за этим проектом, будет интересно, ну что, ребят, пока! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.